итак здравствуйте михаил прямо в этом видео мы с вами напишем модель джанга то есть начинаем работать для тех ребят которые начали с это видео это видео открытое но уровень михаила очень высокий итак если посмотреть его домашнее задание последнее у него были вопросы миш я сразу скажу не все еще еще не все но сейчас надо работать уже с кодом полностью с именно писать и так но тем не менее я имею ввиду здесь нормально но еще не все по значится атрибуту ссылка на экземпляр как выглядит ссылка на атрибут как нам проверить эти исключения я вижу что все что делает миша последнее время это приемлемо классно он показывает все примеры на конкретном коде в тут в стога от раз лаке это маги в приложение прекрасно комментирует код то есть разбирается в коде хорошо в итоге рассказывает как создать экземпляр я вижу миш вы это все прекрасно понимаете работаете понимаете методы все проще что будет делать при начальной инициализации атрибуты ссылается на значение но на это было удобно так как мы определили какие атрибуты пример создайте экземпляр значение пальч и и вижу что рассказали как про дескрипторы установку значения методы дандера иными словами вопрос вроде как широкий но кому интересно если вы хотите понять его через лет 15 вот я покажу пример как это бывает вот как это бывает и к сожалению это этот парень честный меня тоже так было в начале иными словами давай миш еще маленький момент разберем вот парень который занимает занимала руководящую должность то есть программирует давно и к нему приходит собеседник грубо говоря и они начинают писать код вот вы вот он когда начал писать этот код вот здесь понятно что код кривой уже сразу почему потому что он предполагал что что будет что будут создаваться конечно экземпляры но тут видно что это атрибут класса и при перед ними возникает спор и так парень который пришел я думаю что это на эту фразу я не думаю что это правильный питон то есть он не думает а почему он неправильный он не знает и и они решают что он устанавливает он говорит с одной стороны правильно устанавливать значение по умолчанию для атрибута экземпляра все перед вами стоящий человек который нихрена не понимает языке но самое главное когда этот код будет выполнен я не совсем уверен и он переписывает код вот так в данном случае теперь код правильный будет работать для экземпляров потому почему потому что есть ссылки на экземпляр миш вот тут для тебя есть маленький фрагмент который я хотел бы ты что понял сейчас я понимаю что ты это понимаешь но сначала сначала давайте проанализируем что не так ни один ни второй человек не изучали python правильно то есть через лет 15 они выясняют что оказывается оказывается что оказывается что оказывается что они оба не понимают разницами между атрибутом класса и атрибутом класса и атрибутом экземпляра вот допустим вот такой код написать вот именно так вот для этого человека или для программиста который говорит я программист но это будем говорить так если так мягко это писец полнейший а ведь что они делали понятно изучали как все и нет и все прочее но гвида вам росу указывает очень простые вещи если дело пошло правильно то что никто не читает в пункте 932 он указывает простые очень вещи объект класса поддерживает два типа операций ссылка на атрибут создание экземпляра если бы на тот момент эти парни не так что открываем абсолютно любую страницу питону уп и начинаем читать переписки и чушь полнейшую чушь везде будет одинаково что такое ооп но ни одного упоминания чего сынет и погнали и мы приходим к тому что мы будем программировать на авось через лет 20 до нас дойдет боже мой что было неправильно вход в ооп надо для того чтобы овладеть ооп разобраться в двух конструкциях ссылка на атрибут создание экземпляра и смысл здесь ссылка а не атрибут создания где здесь они где так мне тут помогает котик почему у миши высокие результаты я у него спрашиваю конкретный вопрос он описывает да вот сейчас ссылка на экземпляр выглядит так что в чем ссылка на атрибут как нам проверить через исключение то есть идет правильное освоение python согласно рекомендации гвидовом россом это он писал этот учебник ведь все просто если бы эти парни сделали правильно то атрибуты класса атрибута экземпляра стали бы с первого места то атрибуты бы никак не были при пройдены неправильно значит мы бы разобрались со всеми ссылками мы бы разобрались как писать логику как правило люди знают и нет а логика выпадает ну что ж я не буду отвлекаться так как это мы работаем сейчас с михаилом и сейчас будем прям прямо писать код наши задачи михаил такие это я для ребят рассказал сказал что это видео будет открыто и так путь который прошел михаил вся система которая делится на четыре мы поделили метод класс экземпляр и все прочее михаил прошел прекрасно для него система одна целая потом он достиг того чтобы начал читать код научился работать с документацией научился документации исходный код соединяйте принимать решение написание своего собственного кода выделяя конструкции на данный момент я михаилу написал что мы будем работать сейчас двумя библиотекой land chain и джанга джанга будем работать по одной простой причине что это эталон документациям очень тоже хорошей документации а потом сможете работать любой и сейчас мы сосредоточимся только на написании кода то есть все ваши знания которые у вас есть надо превратить чистую профессиональную практику все профессионально последние несколько последний месяц я михаила просил полностью чтобы он пришел на профессиональный язык это получилось ну давайте закончим здесь с этими вещами миша я хочу чтобы вы это сейчас вы это знаете но все здесь намного проще сейчас мы возьмем какой-то пример отсюда здесь чтобы понять разницу это я вам сейчас сам расскажу чтобы мы на этом больше не остановились нам это в практике надо я щас просто посмотрю ну правильно то что код говорил по сути дела в том коде что было создавался атрибут класса здесь миша надо что понять сразу что экземпляр и класс разные пространства имен надо запомнить предпочтение отдается чему значением то есть экземпляр по сути дела собрались два болвана которые через 20 лет разобрались разницы между атрибутами класса атрибутами экземпляра теперь давайте возьмем простой пример здесь более близкий какой взять сейчас посмотрим но возьмем вот этот тут python 2 это не имеет значения давайте смотреть миш я хочу чтобы это потом мне показывали уже на практике вот у нас есть класс обратите внимание класс war я сразу буду говорить миш запоминайте комментировать не буду класс war это переменная класса зачастую люди говорят могут говорить что это уже атрибут но вопрос том теперь вы сразу думаете для экземпляра это что давайте проверять создадим экземпляр май класс 1 сейчас должны получить исключение это прекрасно сразу получаем всегда получаем сто раз получаем как делал тысячу раз получаем пока мы четко не будем понимать при любом кодику что нам делать данном случае мы видим что вот этого не хватает поставим один теперь давайте пойдем дальше сразу создадим май класс 2 2 экземпляра они раз то есть наша задача когда эти парни создавали код и они на что рассчитывали на то что будет код используется экзам в экземплярах ну что ж а давайте сделаем следующее следующее давайте попробуем вот здесь немножко переделать здесь поставим список тоже так будет просто интереснее и проще понимать так будет проще просто на данный момент понять проще итак теперь теперь следующее возьмем сделаем так получим доступ к нашим атрибутам май класс 1 класс в пустой список в данном случае есть второе класс 2 2 смотрите экземпляры разные вроде как ничего давайте попробуем изменить класс вар делаем следующее следующее меняем май май класс он и что делаем берем наш список добавляем добавляем чего-нибудь добавляем чего-нибудь класс вар итак мы видим ого ну я просто забыл написал камеру выключил поэтому два так тут один проверяем май класс в оба смотрите экземпляр 1 экземпляр 2 они разные но значения одни и те же почему потому что это атрибут класса и на экземпляр никак не влияет просто эти парни рассчитывали что когда они будут создавать экземпляры для каждого экземпляра будет свое значение но атрибут класса так не работает поэтому этот код однозначно сразу был некорректен сразу между тут вопрос значит что здесь можно вот смотри например если мы работаем там с числами было бы пи там 3,14 так его можно забивать смело в атрибут класса то есть то что действительно будет константой то можно все остальное только в методы и в сель все с другой стороны все дальше банально и просто если мы сделали бы так класс вар список да ну присвоить значение список и прогнали теперь мы попробовали проделать бы такую операцию если вы попробуете то есть мы имеем доступ да давайте попробуем сначала сделать один экземпляр который мы ранее создали что сделать вызвать переменную да который присвоен значение списка вот вот она попробуем добавить в нее чего то теперь давайте посмотрим что нам выдаст и так переменная а переменная клас вар 2 вот наш класс мы создавали майкласса 1 наш экземпляр да в его и тага мы его только что добавили Теперь давайте попробуем добавить MyClass2 и ClassWard2. И мы видим пустой список. Та-та-там, все работает корректно, все нормально. В данном случае для каждого экземпляра создается свое значение, и мы обалдим и пишем все, что угодно. Всему причиной, Миш, это ссылка на экземпляр. То, что вы прекрасно знаете. Поэтому вот с этого короткого примера сразу навсегда, раз запоминаем разницу, все очень просто. Ну, это вы знали, просто я попроще. Ну что ж, идем дальше. Вот это я хотел донести, а для ребят показать. Ведь это очень неприятно, ребят, когда через лет 15, 10, 5 пусть мы узнаем, что мы не понимаем разницы между атрибутом класса и атрибутом экземпляра. Казалось бы, ну мелочь, нет. Да дело то не в атрибуте, не в этой разнице. А дело в том, что при неправильном изучении Python OOP, так как и Python любого другого языка, что в чем? В том, что работа класса, это работа с экземпляром. И по сути дела, правильно поставить вопрос надо так, что, а действительно, какие операции поддерживают классы? Самое главное, что это правило каждый из вас, ребят, использует каждый день. Ведь вы, когда садитесь за стол, вы же не берете кирпич. Какая разница, куда налить суп? Ну возьму кирпич или возьму там крышку, налью, да? Нет, вы берете тарелку, потому что у вас есть конкретное значение. Тарелка у меня для того, чтобы налить в нее суп, кирпич, для того, чтобы там прижать пленку, положить на стену, да, кладку. То есть эти вопросы у вас нормально ежедневно. Но в языке почему-то мы забываем. Новички не забывают, они просто не знают, им сказали, вот есть OOP и все класс. А вот, что он велосипед на стол положил, потом пытается между спиц налить суп, это ничего страшного. Вы говорите, нормально, я же буду, если я буду постоянно лить, то рано или поздно суп нальется в велосипед между спиц. Ну конечно нальется. Именно такое рассуждение у новичков. Если я буду писать код, то стану программистом. Нет, ребята, через лет 15 вы только наконец-то разберетесь и поймете тогда, что время-то упущено. Все. Будет разочарование. Почему? Потому что дело не в атрибутах, вот в конкретном случае, а дело в том, что понятно, что вы прошлепаете шейф, прошлепаете ссылки, прошлепаете все. И логику-то не можем писать. Вот в чем дело. А оказывается, OOP это проще простого и оно одинаково во всех языках. Ладно. Миш, немножко хотел просто, чтобы этот вопрос встал, потому что мы переходим к важной вещи. И так, Миш, мы сейчас с вами, я вам даю задание. Делаем следующим образом. Значит, я открыл терминал. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не активируйте любым образом виртуальное окружение вы уже должны делать это установите джанга мы начнем с джанга сейчас я расскажу все в данном случае будем работать 5 поэтому просто ставим джанга не указываем версию далее 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 миша джан админ старт прожить и назовем как у вас запись в отлично теперь открывайте любой редактор который вам нравится и открываем наш проект так я сейчас открою что мне надо потом открою кое-что кое информацию не хочу чтобы видели вот наш проект так пусть будет енв клуб тут пойдет на часа посмотрим все ли настроилось правильно так все миграции от работе проводим миграции таблицы создались то есть я просто воспользовался пони в спейс макс а вы видите что посмотреть справку пусть у вас работа будет как делать миграции питон менеджер пай маке миграции питон менеджер пай мигрейт проверим наш сервер разработки запустим и у нас джанга работает все нормально теперь как вам удобно можно создать мне так будет быстрее приложение так и стартуем называем его юзерс то есть мы начнем с того приложения которое нужно в каждом проекте неважно это мобильный проект это веб-сайт иными словами профиль пользователь как его дальше будете делать уже больше меньше это уже другое дело и создаем так знаете я наверное оставлю свой любимый редактор и перейду в с кода потому что скорее всего вы с ней будете работать открою там проект позже миш я покажу как разделить файл настроек для разработки и для отправки на сервер так очень удобно по сути дела сейчас расскажу будет не будем делать это позже у нас будет файл база где мы в принципе все настройки которые общие для всех файл дев мы будем вбивать то что касается у нас разработки файл продакшен мы будем то что касается разворачиваем на сервер таким образом будет очень удобно работать для этого нам придется изменить файл с и изменить файл менеджер пай отправить их на сервер в измененном виде но это позже пока вернемся к нашему файлу и первым делом что я бы хотел сейчас сделать для вас михаил чтоб вы переосмыслили и для ребят которые собираются еще стать программистами показать что мы прошли что нам надо так так и так первое что прошел михаил это полную систему это несколько месяцев где мы выделили четыре основные конструкции функцию класс метод экземпляр зачем каким образом мы это делали если мы откроем документацию абсолютно по любому языку программирования то увидим большое количество информации и каким образом с ней работать непонятно все современные языки начинаются с типов по сути дела для большинства пользователей тип это какие-то скобочки но тип есть везде поэтому наша задача была в процессе прохождения вот этих конструкций достигнуть несколько задач что михаил справился первая задача на выходе мы должны прийти к типу и значению это и есть объект мы взяли четыре конструкции все остальное для нас стало логикой и все одинаково для всех других конструкций мы определили что у них общего разница стала очевидна иными словами все эти конструкции работают по одним и тем же законам функционального объекта что это и как разбираемся в индивидуальном обучении иными словами когда михаил изучил систему это первый был шаг это должно было привести к чтению кода и это привело к чтению к чтению кода дальше михаил работал с документацией работал потом с документацией исходным кодом так как документация пишется на основе исходного кода с какой целью с целью чтобы писать свой код давайте приведу очень простой пример откроем документацию джанга и возьмем самую частую конструкцию во всех языках программирования возьмем функцию которая будет чаще всего использоваться в джанга это get object tor 404 мы тоже ее будем использовать михаил научился читать документацию дальше идет определенный код который конечно же пишется на основе документации в джанга везде вверху есть параметры где это смотреть мы открываем код и видим где смотреть чем отличается space max и так и так миш мне пришлось от леща поэтому я еще сказать забыл откуда я закончил повторю все сначала и так вам переосознать а ребятам понять первое что мы с чем мы работали это я помню проговаривал функция класс метод экземпляр то есть четыре конструкции вспомнили да основная наша задача прийти к чтению кода зачем нам приходить к чтению кода на основе исходного кода пишется документация для многих это как бы вроде понятно но потом какое-то озарение ну да действительно говорят так и есть но ведь документация которая пишется и принципы которые применяются при программировании они на самом деле всего то по сути дела их база это функции на самом деле классы классы это не важно там все равно методы те же функции вопрос в том что как правило применяется всего два закона объекты первого класса и объекты высшего порядка все по сути дела это главное дальше можно открыть секрет что в любой библиотеке все функции в основном пишутся шаблон но в веб вообще все просто здесь наша задача положить все в базу данных потом извлечь больше задач никаких здесь нету извлечь там отобразить и так далее сразу скажу и Миша и другим ребятам есть уроки секунду есть уроки джанга 4 начиная там дальше джанга 5 сейчас как раз мы изучаем что пошло в джанга 5 эти уроки кстати которые Михаилу будут доступны для тех кто работает в девхакерс и в рэпа бастер код да там Михаил будет делать задание другие ребята будут смотреть так так вот для многих озарение что действительно писано основе исходного кода я по моему уже показывал но на самом деле если мы открываем этот файл то в принципе одна строка уже определяет принцип то есть закон это объект первого класса как мы будем писать код и мы удивляемся действительно когда открываем документацию что все пишется как атрибуты так основная задача получается в любом случае это чтение кода это первый этап дальше Михаил работал с документацией то есть правильное чтение документации я давал все задания все он это прорабатывал соединяем документацию исходный код чтобы по сути дела с документацией уже видно что будет в исходном коде но это потом приходит все это нам нужно для того чтобы понять как писать свой код поэтому сейчас задача у Михаила стоит просто применить все знания которые он приобрел за 6-7 месяцев в чистую практику то есть все время работать и работать и работать и Миша вот это важный момент который я сейчас хочу проговорить сейчас миша основная ваша задача отцепиться вообще от библиотеки обратите внимание если мы убираем человеческую составляющую где допустим логическое человеческое это джанго излечь там создать базу данных да то есть что понятно человеку опираемся только на код то везде одни и те же принципы программирования плюс-минус то берем абсолютно любую библиотеку мы с лунгчейн будем работать и мы видим одни и те же вещи методы в данном случае вот как джанго миксины методы 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 в методах тоже self другие атрибуты и заданы определенные параметры по умолчанию по умолчанию или вообще параметры заданы это ничем не отличается от джанго поэтому стороны кодов вот это достичь ваша основная задача начнем мы джанго и давайте начинать так так это я убираю задание для вас будет следующее мы сразу я даю вам модель а мы будем разбирать то есть придумывать на первом этапе вам ничего не надо профиль у всех одинаковый сразу пишем более-менее нормальный профиль я не буду сейчас расписывать по пылям в курсах когда мы изучали мы все это разбирали очень-очень подробно так что Миша вы можете опираться на документацию по шишкам по заданиям и посмотреть уроки поэтому возьмем где-то средний уровень что здесь происходит ну кое-что сейчас сразу подправим то есть вот этот код у вас будет первая задача задание для вас стоит два вопроса первое что вам надо понять как вы въедете в джанго круто да то есть как вы будете как дотошно понимать джанго я рассказывал эту систему здесь в уроках но я сейчас поясню и второе пойдем поэтапно у вас есть модель вам надо будет объяснить и разобраться как раз я покажу в чем сначала давайте эту модель немножко подправим так что мы здесь подправим так 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 общая идея такая мы пишем профиль пользователя который нужен для сайта мобильного приложения для всего там работа через API совершенно не важно но это нужно для каждого поля поля следующее у нас юзер юзер онлайн либо оффлайн фолловинг то есть чтобы следить друзья о себе дата создания то есть день рождения получается создание обновления и профиль картинка профиля сразу создадим папку медиа и вам надо сюда будет загрузить какую-то фотографию и дефалт вот 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 что загрузить так тут и прописать ну пусть будет дефалт GP и так далее да следующий момент сейчас я гляну давайте давайте зайдем в админку я не выбрал лучше возьмем наше виртуальное окружение теперь мы можем создать я один раз покажу потому что я делаю по-другому питон менеджер пай mac emigration и migrate создались таблицы я делаю создал алиас у меня mac emigration это migrate это ми а статику собрать статику мы пока не ставили она не соберется и так сейчас я дам домашнее задание давайте посмотрим наш проект проект состоит из папки которая дублирует название проекта art uptrive.wm где находится init sgi settings url sgi менеджер пай приложение которое также менеджер пай приложение юзерс да которое содержит ой мы не там создали медиа папка медиа должна быть вынесена отдельно админ апс модель тест вьюха модель с у нас заполнена и нам надо будет что сделать еще добавить сюда папки urls там сигналы и так далее это все по ходу пока мы остановимся на модели здесь не полная модель поэтому я вот думаю куда вторгнуть ну давайте попробуем вторгнуть сюда вторгнется или нет мы не знаем default false определять или нет сейчас оно должно запретить я бы хотел true ну то есть чтоб у нас был поиск но тут поиск он бессмысленный я другое хочу добиться давайте попробуем провести миграции странно но я не получил сообщение что нет собирается убирать так кое-что изменили сейчас посмотрю ага вот это наше то что нам надо жанга жанга они уберут вот это не пишет зачем мы ставим индекс чтобы создал отдельный индекс ну так как по сути дела здесь не имеет смысла но я хотел чтобы у вас была полная модель ну давайте юзеров ага здесь один юзер не тоже а вот фроэнс тут нет мани то мани это вот в комментариях там было бы хорошо био тут тоже нечего искать не знаю куда всунуть но хочу чтоб вы просто не упустили ну возьмем сделаем но это не будет иметь смысла то есть раньше писали db индекс да сейчас они предлагают сделать немножко по-другому создавать класс мета указывать поле здесь можно указать несколько полей и имя человекочитаемое чтобы джанга свое не придумала ну пусть это у нас будет био но некуда больше сунут пока с других ну по крайней мере мы не забудем поэтому для этого производства в этом не имеет смысл смысл имеет когда есть там 500 статей и имеет создать хэш индекса чтобы быстро искать поняли да но мы сейчас чтоб не забыть чтоб оно было что в базовых данных для нас понимаем bio name индекс да и нам не надо ничего прописывать здесь можем себе пометить хотя и так будет видно но так ой не могу я с этим работать если сказать только для этого для уроков ну вот сразу опять запустим все нормально так как мы сделали админку то в принципе нам надо создать супер юзера взять некий имейл потом надо вставить будет нормально нам понадобится я пока абы как запустить запуске откладка создайте файл python давайте если не установили то можем все до установить опрос систему нам надо например джанга да я пока ничего не вставил несколько библиотек нам надо сниппеты так ну пока хватит а то потом будет многое выводится потом можно добавлять питон проверим тоже нам надо библиотеки ну что extension pack ставьте вон там самое такое необходимое установить либо по очереди так все мы можем запустить наш проект показать автоматический python джанга и смотрим чего у нас там все создалось мы можем зайти пока мы статику не собрали и наши модели странно но они у нас не отображаются давайте посмотрим почему давайте посмотрим так ну тут все нормально модели мы создали ну а там у нас что у нас так сейчас я посмотрю и и и и и и И туда. И туда. Наш юзер есть, есть, все, допетлил, что-то я туплю сегодня, что-то я натупил миш, но бывает такое, нам надо зайти в файл настроек и добавить наш юзер. Потом мы делаем что-то, ну и на старуху бывает проруха. Сейчас будет работать. Выключаем и проводим. Сейчас должно. Все будет нормально. Ой, сколько я пооткрывал. Нафиг все. Ага, во. Ну вот оно пишет, что нету, не читает картинки, но у нас картинки-то нету. Python install, то есть пилов поставить, просит. Поэтому ставим пилов. Поставили. Теперь надо было загрузить некую картинку, любую. Пока потом найдете. Ну, первую попавшую сейчас ставим. Сразу добавим его. Ну, давайте пока в изображение. Посмотрим, как оно там называется. Чтоб нам поменьше делать. Чтоб не переименовывать, не париться. Копируем. И. 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 Теперь. Копировать. И. 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 Нормально. вот они появились и мы сделаем ага, нет, видите, таблицы юзер профили что-то уже натупили, значит нам придется что-то отогнать то есть мы потом при помощи сигналов сделаем, что когда пользователь регится то все автоматом будет добавляться но тут пишется юзер профили, просто ранее запустили ну ладно, сейчас это поправим можно это поправить следующим образом мы просто зайдем в юзер, в миграции а у нас миграции то как раз таки и нет, видите, не создались значит просто они не сделались создаем миграции, вот теперь у нас все создалось три таблицы, две таблицы не играет все сейчас кстати должен тот индекс нам кое-что о себе дать знать давайте попробуем боже мой, как это плохо когда все вот так тырканьем должна выдать ошибку куда мы там хотели всунуть био, хотя, да db-index-true и попробуем запустить миграции не, не хочет странно но оставим мы договорились с вами, что индекс мы делаем, чтобы не забыть мета чтобы вам было удобно так, теперь у нас все должно корректно отображаться и можно переходить к домашнему заданию мы сделаем позже автоматом что вручную не добавляют но на самом деле когда мы будем писать сайт если профиль не заполнен то просто будет выдавать исключение поэтому пока мы добавим вручную наш профиль сохраним и у нас создался профиль по сути дела когда пользователь будет регистрироваться у нас будет сигнал идти и будет создаваться профиль но это в любом случае мы будем делать потому что по-другому просто не получится это будет неудобно ну а теперь когда мы сделали первый шаг давайте поговорим о вашем домашнем задании итак вот перед вами стандартная модель она плюс-минус одинаковая у всех которая содержит сейчас все элементы модели Джанго в чем заключается ваша задача сейчас в применении ваших знаний ну во-первых я говорил захотите там можете смотреть уроки но кроме этого задача номер один кроме того как успешно писать код нам надо понять вообще как мы собираемся работать с Джанго в курсе я учил что есть несколько вещей на самом деле все начинается с URL заключается это в том мы его пока не писали но просто я говорю вы берете любой элемент Джанго например URL самое простое почему потому что URL это начало оттуда идет начало и и все варианты вы должны разобрать но это чуть позже сделайте я пока просто покажу вот здесь есть то есть у нас есть всего 4 варианта URL которые мы будем использовать извлечение по слаг извлечение по ID namespace и getabsolut.url больше нету при этом если мы посмотрим одни из URL у нас здесь скорее всего будет использоваться я даже не знаю нет здесь getabsolut.url нету но не важно в других местах будем использовать то есть у нас есть 4 варианта что делать дальше дальше делать надо следующее то есть смотрите 4 варианта дальше у нас есть что модель так модель дальше у нас есть пьюха и у нас есть форм по сути дела это все с чем мы работаем плюс еще темплейт теперь смотрите в чем фишка фишка в том что наша задача у нас есть таблица и у нас есть уже данные которые мы разместили да е-мое куда я ее закрываю что ж я ее закрываю ну ладно ну профиль да видели у нас есть профиль все это вся эта информация содержится в базе данных если мы посмотрим сами конструкции то их у нас получается URL первая модель вторая вьюха третья форум и темплейт вот когда мы берем какой-то элемент с базы данных ну например модуль да берем допустим там юзер то по сути дела что от нас требуется от нас требуется понимать как в каждом конкретном случае мы будем работать понимать вот у нас есть юзер да поле модель юзер да поле модели мы должны понимать как в URL это будет выглядеть как мы будем извлекать как в модели как во вьюхе как в форме как в шаблоне то есть один и тот же элемент во всех местах по сути дела получается следующая картина сам готовый учить долго не надо для того чтобы нам разобраться это я вам подсказку даю четырьмя URLs это надо полдня и все для того чтобы разобраться во вьюхе надо разобраться всего в одном классе я так учил так как все построено на миксингах дальше меняются только методы принципиально все 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 в джанганах классах пишется одинаково ну форма вообще там гадалки не ходи все справки одна строка остаются только шаблоны там тоже все просто иными словами ближайшее будущее мы с вами должны прийти к следующему когда у нас будет представление уже уже это позже после этого домашнего задания когда мы создадим все эти части сначала очень простые то мы должны будем оследить какой-то элемент по всем четырем частям и понять как это работает и это запомнится и будет принципиально понятно дальше я думаю вопросов не будет дальше уже в помощь справка только какие-то моменты то есть это понятно да здесь нет ничего сложного поэтому первым делом надо разобраться с технологией так делается абсолютно с любой библиотекой принципиально написание кода это стороны человека ну давайте чтоб вам было интересней мы сразу в этом задании сделаем переходим в urls и нам желательно создать свой url в юсере да берем патч да и сразу смотрим патч что мы видим видим что это функция которая имеет основные параметры роута в юха вот этих нет обязательно только путь дальше идут примеры то есть вы работаете дальше именно так каждую функцию вы разбираете и будете описывать пока это будет касаться только модели патч у нас импортирован дальше пишем пусть у нас сейчас будет следующая юзер не забываем слэш поставить и дальше нам надо отправить для этого нам надо include и дальше мы можем прописать то есть вы здесь вспоминаете как вы работали с документацией с функцией только уже делаете все в реальность наше приложение называется юзерс юзерс и файл будет называться urls только это надо как строка указать не забываем ставить запятую это просто хорошая привычка да в списке не требуется надо взять себе за привычку ставить запятую так как раз мы изучили первый url это по пути просто юзерс теперь переходим в юзеры создать файл url spy я не буду заморачиваться потому что нету на это времени сейчас импортируем все с вьюхи вот эта строка url patterns это у нас список так и и и и нет вы знаете я передумал сейчас надо формы писать все это мы отвлечемся сильно поэтому сейчас перейдем к домашнему заданию вот перед вами модель вам надо несколько конструкций открываете документацию открываете модель здесь основной модели вас интересуют сейчас типы полей филтайпс вот у нас здесь разные поля вот они вас интересуют сейчас мета опции настройки полей то есть не мета опции настройки полей которые идут на чай эти две вещи которые вас сейчас интересуют обязательно то есть вам самое главное сейчас в первом этапе разобраться вот с этим и обратите внимание Миш вы видите что здесь у нас класс а здесь у нас что это экземпляры я хочу чтобы вы обратили внимание я знаю что вы это видели то есть когда мы открываем настройки полей то мы видим что вот открываем любое поле ну например там буллин филд вот это класс то есть по сути дела вы сразу свой опыт должны вспомнить как вы работали с экземплярами то есть юзер будет дальше работать как как работает экземпляр да то есть юзер и дальше нечто да то есть через атрибуты я хочу чтобы вы на это обратили внимание поэтому сейчас вам надо рассмотреть настройки полей каждую настройку вам надо проработать настройки полей самое интересное для нас это отношения он и то он и филд мани то мани но других здесь пока нет дали дали релатат нейм и другие которые здесь рассматриваются и объяснить что делает каждая настройка придется немножко покопаться настройки полей надо представлять то есть учить их не надо надо просто представлять и четко понимать что которая настройка делает что работает с Jupyter но проверяйте дальше мы видим в модели что идут обычные методы это же класс значит будут работать методы мы предполагаем что у нас будут профили друзья фолловеры то есть то что мы собирались делать ну и дальше это еще дополнительная модель которая будет отображать эти уведомления статус обновления профиля и так далее все это будет делаться через сигналы раньше я рассказал саму методику да сейчас если я пойду делать форму да то конечно с одной стороны будет проще с другой стороны вы не сосредоточьтесь на модели и так разбираете желательно в Jupyter ноутбук показать извлечение данных с каждого поля то есть создаете вот эту конкретную модель подключаете Jupyter ноутбук выводит туда модель это вы увидел умеете делать и пытаетесь получить данные которые вы заполнили объяснение должно быть вот сейчас как я сказал это экземпляры класса со стороны только программирования то есть сосредоточьтесь на программировании в money to money пока он и то он и так далее тут возникнут проблемы здесь вот тут сделано сейчас правильно и умно почему до лет 8 назад придумывали много писали там второй профиль и все было сложно теперь вот эта модель это стандартная модель и мы ее импортировали наберете юзер и посмотрите теперь смотрите что будет происходить дальше то есть получается следующая картина у нас есть модель юзер которая содержит всего-то 5 полей имя пользуется фамилия email пароль дальше мы написали профиль и расширили теперь когда мы будем создавать далее далее например какое-то приложение что мы будем делать вот модель допустим поста обратите внимание на следующую строку автор то есть мы при помощи много многие к одному будем ссылаться на ту же модель юзер на ту же модель юзер то есть получается мы работаем только встроенным средствами джанга ничего не городя этот код простой легкий и мы можем расширять приложение до любых пределов а получать дополнительные поля которые мы написали в этой модели мы будем просто уже в шаблоне то есть все без заморочек на первом этапе с моделью разобраться сложно но еще раз говорю выделы страны программирования сейчас перед вами модель будем говорить полную то есть есть название есть мета есть поля есть методы в принципе все что может быть в модели вообще я отвожу объяснение двух вещей что надо разобраться если здесь здесь все просто посмотрел и сделал то мне важно чтобы вы понимали две вещи три даже первое это поля как как с ними собираетесь работать я вам справку дал и я про справку говорил не случайно что вы там собираетесь смотреть это первый вопрос то есть поля что мы смотрим зайдите в поля мы их смотрели я не зря это очень важно второе что вас должно интересовать это настройки полей то что в скобочках то есть если это классы а это экземпляры классов то надо зайти в исходный код и посмотреть что там что является этими настройками вот это второй вопрос который я от вас хочу услышать миша вы меня услышали берем поле это у нас один это вопрос два вот у нас поле не поле да а вот это у нас настройки что это я вам даю подсказку смотрите профиль да это класс так выглядит вообще как работает отработал метакласс то есть метакласс создает ну эта информация сейчас для общего понимания экземпляры если по названию видно что это классы но мы в документации убедились что это классы значит это экземпляры мы создаем экземпляры значит у нас есть это так как это функциональный объект у нас есть определенные параметры которые заполняются что это за атрибуты да будут это надо найти зайти в исходный код посмотреть вы сами когда делали домашнее задание вспомните в одном случае вы добавляли переменные да в другом случае добавляли методы определить то есть в данном случае что является этими настройками и зайдите также в документацию далее вам надо описать все эти настройки я поправлю зачем нам это нужно когда мы перейдем дальше нам надо будет писать функции во вьюхе но в любом случае наша задача будет что делать работа с этими пылями извлекать информацию с модели положить и извлечь при этом мы должны четко понимать чего мы здесь настраиваем почему потому что релат от нейм и все эти прочие вещи будут участвовать во вьюхе помните я рассказывал что нам важно понимать одну и ту же вещь где она участвует во всех вещах то есть взяли допустим related name и смотрим ага темплейт есть или нет форма есть или нет во вьюхе есть так что есть то есть в любом случае один объект должен работать со всеми вещами посредством в одном случае полем модели в другом случае related name но вопрос в том должен как-то взаимодействовать именно это надо уложить голове один раз это очень просто идем дальше это вы можете просто описать методы мы дальше увидим как они работают но уже даже здесь мы видим юзер да начинает использоваться в любом случае чуть дальше нам надо будет подключить то с чем посредством чего это не сейчас но я просто напомню что в любом случае нам надо будет подключить методы киресет при помощи их мы будем работать в данном случае в данном случае вот один из методов получить все он уже используется то есть обратите внимание методы выборки используются как в наших вилках так и везде так и внутри в документации вы увидите даже в функции getObject or 404 значение по умолчанию как вы помните там метод али да извлечь сил как раз пост с да то есть вы об этом недавно говорили в домашних заданиях установить значение для юзера обратите внимание сель да то есть все эти вещи от вас хочу услышать то есть работает экземпляр итак пока в принципе вот эти вопросы и все домашнее задание вы поняли это подготовительная часть потому что наша с вами задача это подойти к вьюхе и писать код писать код осознанно но чтобы писать осознанно вы понимаете с чем мы работаем в конце я пробегусь по настройкам секрет кей ключ без которого не будет работать джанга потом можно его спрятать дебаг истина то есть отладка работает здесь а ловит хост мы указываем все хосты а на сервере будем уже конкретно указывать там www .spb-tut.ru spb-tut.ru и ip то есть три вещи разрешенные хосты сюда мы будем добавлять свои приложения в данном случае users обращаем внимание на библиотеки которые есть админка аутентификация типы контента библиотека которая творит чудеса сессии сообщения статические файлы тут наши мы можем сделать например вот так mynaps разделить дальше слой mildware промежуточные слои которые работают пока не сработал жанга иными словами мы тоже воспользуемся для того чтобы joker сделать промежуточным слоем который убрали жанга чуть позже пока открывается страница mildware уже отработал очень крутая вещь это главный файл конфигурации что здесь мы еще не сделали и что нам надо сделать в настройках давайте прямо сейчас проделаем чтобы мне долго не искать но мы сделаем немножко по-другому здесь мы указываем папку где искать наши шаблоны значит только немножко по-другому сделаем оно по умолчанию не импортирует импорт операционная система вот здесь у нас база dir то есть патч где искать вообще наши файлы далее мы здесь указываем указываем здесь лишнее что искать шаблоны в папке templates чтобы не путать не надо переделывать джанго поэтому здесь мы еще создадим сейчас папку templates куда мы положим базовый шаблон в каждом приложении мы тоже будем создавать папку templates обязательно в ней будем создавать папку названия приложения чтобы у нас было пространство имен разделенное туда если даже будут файлы нам путь будет понятен читаем и ничего не пересечется в данном случае в данном случае когда мы вернемся к настройкам эта строка нам говорит что любые файлы шаблонов искать в папках по названиям templates не надо брать дурную привычку и делать что-то свое когда установлено разработчиками джанго туда и другие вас будут понимать это контекстные процессоры это то что работает для каждой страницы иными словами если мы хотим чтобы например наша фотография отображалась профиля в любой странице то мы делаем контекстный процессор и не надо писать больше одной функции оно будет отображаться это чуть позже но это настройки вазжи путь это дата база то есть база данных сейчас SQLite3 это артификация нас не интересует это пароль когда что менять это то что мы можем поставить ru ru будет на русском тогда раньше ключи надо большие ru ставить ну да посмотрите здесь можно указать оставим это s папку статики давайте закончим статикой со статикой уже сделаем настройки стандартные после них я вставлю три настройки media root то есть наша директория media media url кое-чего я здесь пока не вижу нам надо будет вводить сообщение но это потом сразу мы еще что сделаем это если мы хотим работать с лауч и так далее добавим библиотеку jango country сайт Для Django Launch тут надо будет иметь значение адрес сайта, который реальный. Вы, допустим, раз, два, три проклацали, поудаляли, а потом, оказывается, с сайта ID уже там 15. А мы мучаемся, никак не можем подключиться. Это надо будет просто запомнить пока это. Ну, в принципе, основные настройки пока все. Пока настройки не трогайте, к ним привыкнется быстро, они простые. Внизу Default создавать поля автоматически. И мы видим, потому что в каждом юзер, в каждой вещи есть апс, то есть конфигурация поля, папка. И автоматически создаются все поля. Поэтому здесь мы ничего не меняем. Мы можем запустить статику. Ну, в общем, вы поняли, как набрать, да? Так, чего у нас там нет? Нет закрывающей скобки. Line 9. Line 9. Ну и что? А, это что, по-твоему? Не закрывающая скобка? Ну, единственное, что это могло быть другой кодировки. Давайте попробуем. Сейчас у меня стоит латыница. Открываем справку. Так, не то. Мне надо документация, а не форум. Может, там будет документация, где она. Так, это мне не надо. Вот поэтому хороший имекс, потому что сразу перешли к документации. Здесь надо искать. Ага, вспомнил. Это ж мета. Все. Вот дурень. Вспомнил. Что-то я там... Да, все правильно. Ничего мы не перепутали. Я просто уже, чтобы не искать там, где я там что. Сделаем так. Ну, вы помните, мы эти делаем, чтобы не забыть. Так, где-то мы еще допустили ошибку. Ну, это вот чем редактор, когда вот так тыкаешь. Это все время вот так. Когда с имекс, тогда не получается так сделать. Я не вижу, я сейчас сказать. Это он врет. Ага, все ясно. Вот в чем дело. Ни фига. А, вот оно что. Все. Теперь будет правильно. Ага. Секунду. Секунду. Ага. 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 Абило одно поле. Я сказал, что это бессмысленно. И да. Ладно. Индексировать-то тут нечего. Абил helpless. И пока сделаем так. Чтоб не забыть. Оставим это. Божечки, как это трудно. Да что это такое? Да похоже, это у меня глюк какой-то. Сейчас. Не, ну это уже наглость, если честно сказать. А, все, 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 все. Я же переустанавливал систему автосохранения. Не поставил. Все понятно. Это моя причина. Вот, теперь все нормально. Так, вроде бы все. Запускаем статику. Питон. Питон. Минус же. Пай. Запускаем есть. Сейчас. У нас создается папка статики. Ага. Не создается. Смотрим ошибку. Статик. Статик. Рут. Не соответствует. Давайте-ка мы смотрим. Ага. Статик. Рут. У нас просто ее нет. У нас есть статик. У нас есть статик. Ну, давайте добавим. Я уже, чтобы не заморачиваться, сделаю следующим образом. Нам надо добавить папку статик. Рут. Я уже ее просто вставлю. И добавим еще одну настройку. Сюда статик файл с finders. То есть, чтобы нашу статику искать где хочешь и найти. Далее, пока вроде бы все. Больше пока не надо ничего. Вот это настройки по умолчанию. Откуда можно начинать любой проект. Я уже не буду набирать. Ну, давайте наберу. Python. менеджер пай. Это длинно. Значит, я вижу, что набрался ошибкой. Здесь надо было колик. Колик. Статик. Так. Смотрим. Ага. Поэтому я сделал алиас. Сейчас я наберу. Но я использую алиасы, чтобы было правильно. Теперь смотрим line 132. Что там не так. Ну, я вижу где кого. Скобка оказалась. Набираем. Ну, вот 127 файлов. Создалась папка статики. Которая содержит. Куда мы будем все складывать. Так. По настройкам понятно. По домашнему созданию понятно. По созданию проекта тоже понятно. Значит, дальше просто работаем. Миш, мы как раз будем работать то ли с REST framework, то ли будем с FAS API. Там посмотрим. Самое главное сейчас нам добраться до вьюхи. Для того, чтобы писать свой код. В этом я помогу. Поэтому первоначально вы просто объясняете. Потом расширяете, а потом пишете свой. В принципе, вроде как, пока все. Для этого первого раза. Еще раз скажу архиважную мысль. Когда я смотрю ваше задание, у вас все прекрасно. Теперь все ваши знания надо превратить в полнейшую практику. Наша основная задача сейчас смотреть, как я вас просил с моделями, со стороны программного кода. То есть, например, на поле title смотреть, как на что, как на экземпляр класса. И у вас наработаны уже операции, да, работы с атрибутами. То есть, дальше идет обычная работа с атрибутами, которые вы умеете делать. Поэтому я вас попросил разобрать настройки полей, чтобы потом в конце разобраться, что будет для вас выступать атрибутами. Они будут выступать во вьюхе одни атрибуты, да, неправильно, во вьюхе будут выступать в URL, в шаблонах. Но самое главное, самое главное, чтобы вы понимали, что в данном случае в основном вы будете работать с методами выборки с базы данных, да. В другой библиотеке с какими-то другими, но принцип будет тот же самый. И дальше будет празднован за вас, но везде будет тоже фильтр, чтобы чего-то выбрать там из множества. Что-то исключить, что-то добавить. Даже когда вы будете работать в другой библиотеке, вы увидите все сходно, все сходно. Нового ничего не придумаешь. Это когда мы подходим со стороны кода. Пока дерзайте, все получится. Все у нас получится, все будет хорошо. Ну, как говорится, с Богом. Да, для ребят, которые начинают, как я сказал, желательно иметь доступ к Жанго, доступ к индивидуальному обучению, пройти путь как Михаил. Весь код Михаил сохраняете на своей ветке Bastard Code. Ссылку я дам на это видео и на код. Будет доступен людям Bastard Code. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...